По состоянию на 7 сентября в Одесской области зарегистрировано 8 525 случаев коронавирусной болезни, подтвержденной методом ПЦР. Инфографика по Украине представлена на слайде. Ситуация по Одессе. В городе зарегистрировано 3 654 случая коронавирусной болезни, из которых 260 пациентов находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице. Все жители города Одессы. 49 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации без ЭВЛ. Один пациент на ЭВЛ, 210 пациентов в состоянии средней тяжести. Всего выздоровевших от коронавирусной болезни зарегистрировано 1215 человек. Процент выздоровления в городе сегодня составляет 33,2%. По состоянию на 7 сентября в городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 564 пациента с пневмонией. В инфекционной больнице находится 314 пациентов с пневмонией. В 5 ГКБ 140 пациентов. 107 пациентов с COVID-19 из числа жителей города проходят лечение на дому. Находятся на самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Летальных случаев по городу 59. На прошлой неделе зарегистрированы 6 летальных случаев от коронавирусной болезни. Двое мужчин, 4 женщины. Возраст от 55 до 70 лет 3. Старше 70 лет 3. Роз заболеваемости по COVID и госпитализации в инфекционной больнице приведено на слайды. В связи с неуклонным увеличением количества больных с COVID-19 выполнена реорганизация оказания медицинской помощи для воспобождения дополнительного коечного фонда инфекционной больницы. Департаментом здравоохранения было получено распоряжение от 4 сентября руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации о внесении изменений в перечень учреждения здравоохранения, которые определены для госпитализации больных с COVID-19, о включении городской больницы 10 и 1. Теперь в указанном перечень 6 городских учреждений здравоохранения. Инфекционная больница 360 коек под COVID, роддом 2, 30, городская больница номер 5, 90, городская клиническая больница детская номер 3, 30, городская клиническая больница номер 1, 30 плюс 6, 6 реанимационных коек, городская клиническая больница номер 10, 60 плюс 15 реанимационных, подготовлен резерв в виде городской клинической больницы номер 11, 20 плюс 6. Всего коек развернуто 620, из них 37 реанимационных, итого 657 коек. Всего 189 коек с подключением к системе централизованной подачи кислорода. Подготовлены и направлены документы в НЦЗУ на заключение договоров по пакетам COVID-19, 5, 1, 10 больницы. ИФА-тестов сделано 16 286. Из них иммуноглобулины М 10, 117, положительных результатов 662. Иммуноглобулины G 6169, положительных 270. ПЦР-тестов 17 419. Продолжается ИФА-обследование студентов всех вузов города, заселяющихся в общежития. Определен период заселения с 25 по 19. Определено общее количество 14,5 тысяч студентов. Обследовано 2 132 студента. Охват на сегодняшний день составляет 14,7%. За неделю проведено обследование иммуноглобулина М у 496 студентов. Планируется дальнейшее обследование согласно графику заселения. Также идет подготовка к обследованию лицеистов Киевского и Малиновского районов всего 305 человек. В родильном доме номер 2 размещают беременных с подозрением на COVID. В настоящий момент там находятся 4 пациентки. Продолжает работу 4 мобильные бригады Центра неотложной помощи для проведения на дому тестирования быстрыми тестами на COVID-19 и забора биоматериала для проведения ПЦР-диагностики пациентам, находящимся на амбулаторном лечении и самоизоляции. Бригадами за весь период проведено 6744 тестирований на COVID. За последнюю неделю ПЦР-тестов 377 анализ работы Службы неотложной медицинской помощи показывает большую перегрузку работы мобильных бригад, связанных с ростом заболеваемости на COVID-19. При норме 150 тестов на бригаду, тестов в месяц на бригаду составляет более полутора тысяч тестов в месяц. Сложившаяся ситуация требует введения дополнительных бригад. На очереди введение уже пятой мобильной бригады. По состоянию на 7 число с начала карантина под наблюдением семейных врачей в Центре первичной медико-санитарной помощи переданы 3620 человек, из которых закончили наблюдение 3034 человека. За последнюю неделю 213 человек. В коммунальном некоммерческом предприятии городская больница номер 5 в дополнение к развернутым ранее 60 коек, 27 августа развернуто дополнительно еще 30 коек для проведения лечения больных с подозрением на COVID. Для обеспечения медицинской помощи больница укомплектована необходимыми врачебными бригадами. Обращает внимание, что за минущую неделю в больнице заполнены все койки. Решается вопрос об обеспечении питанием сотрудников отделений для лечения больных с COVID. Для решения вопроса о восстановлении после перенесенной болезни медицинских работников, которые должны продолжать оказывать медицинскую помощь населению, достигнута договоренность с руководством санитория имени Горького о проведении курса реабилитации восстановительного лечения до 200 медработников. Существующая в санатории база включает в себя широкий спектр лечебных и реабилитационных мероприятий, которые оказывают положительное влияние на организм и способствуют скольнейшему восстановлению работоспособности. Кроме того, предложенная программа восстановления будет проведена медицинским работникам на безоплатной основе. В настоящее время у засоставлены списки и графики прохождения восстановительного лечения, которое стартует с 20 сентября. В настоящий момент это 120 медицинских работников. Ведется постоянная работа с подведомственной сельхью по вопросам охраны труда, контроля лечения больных на амбулаторном этапе, оптимизация работы сопровождения пациентов с COVID-19 с использованием онлайн-электронного ресурса. 4 сентября было проведено совещание в онлайн-режиме. Вопросы. Мероприятие по профилактике инфекции, инфекционный контроль во время оказания медицинской помощи пациенту, который подлежит определению в случае с COVID-19. О соблюдении правил охраны труда, предотвращении распространения заражения медицинских работников на COVID-19 и алгоритм действия при возникновении случаев заболевания в учрежениях здравоохранения коммунальной собственности территориальной громады города Одессы. Организация работы с информационным ресурсом сопровождения пациентов в городе Одессе на COVID-19. Организация оказания неотложной помощи учреждениям здравоохранения коммунальной собственности территориальной громады города Одессы первичного уровня оказания медицинской помощи. В исполнении поручения Геннадия Леонидовича подготовлен проект в Кабинет министров Украины о необходимости расширения перечных услуг, связанных с COVID-19, в частности, включения в перечень работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий и сооружений, необходимых для развертывания новых отделений и структурных подразделений лечебных учреждений. Спасибо за внимание.